Всем привет! Сегодня у нас снова с вами путешествие по фикс прайсу. И давайте я вам покажу, что есть в нашем фикс прайсе. И вы решите, какие же товары мне купить и протестировать. Самое первое хочу показать никотиновую кислоту. На самом деле я не слышала, что от нее очень хорошо растут волосы. И раньше даже кто-то у меня из знакомых покупал в аптеке. На себе не проверяла, поэтому утверждать не могу. И если кто-то пробовал, обязательно отпишитесь, так как я теперь отращиваю волосы. Ну, в принципе, вы обо всем этом знаете. Шампуни, гели для душа в фикс прайсе в нашем как было море, так и осталось. Ничего особенного нет. Ну и вам советовать их не буду, составы у них там жуткие. Но вот это вот мыло, народные рецепты, глубокое питание и увлажнение привлекло в мое внимание. Потому что оно очень классно выглядит. Интересная упаковка и в принципе мыло для рук можно брать любое. Краски есть разные также у нас в фикс прайсе. И вот Hennacolor на основе хны. Ну, как-то сложно верить, потому что натуральные краски на основе хны, они стоят намного дороже. И если вы пробовали, обязательно отпишитесь. Мне очень интересно, возможно, я просто переплачиваю. Также серия сливок, которые мы с вами тестировали в прошлом видео, очень классно оказались. И я даже пользовалась и в продаже еще есть гель-масло для умывания, аквагель и всякое разное. Даже не знаю, попробовать или нет. Еще я увидела жидкое мыло для интимной гигиены за 55 рублей. И указано, что там есть содержание молочной кислоты. Если честно, то с трудом верится, потому что самое дешевое такое стоит около 200 рублей. Но не знаю, опять же утверждать не могу. Патчи мы с вами тоже тестировали и в магазине у нас от темных кругов теперь нет. Есть только разглаживающие. Пишите, надо протестировать или нет. И также еще один пилинг, скатка, тоже интересный продукт. И стоимость у него вроде бы 77 рублей. Спрейти и муров мне хвалила очень сильно девушка в комментариях. И также в личке мне девчонки писали, что очень хорошая штука и фикс прайс он стоит дешевле всего. Так что его могу советовать по чужим отзывам. Также кремов для рук очень много и крема, который мы в прошлом видео с вами рассматривали. Так я их и не взяла попробовать, потому что считаю, что за 55 рублей крем максимум может не навредить. Но пользы от него будет немного. Этой серии я брала тоник. Мне он очень сильно понравился, но у нас тут очень много продукции этой фирмы. И какой-то период зеленую аптеку я брала. Мне нравилась эта серия, но сейчас она стала значительно хуже. Жидкость для снятия лака я беру для пластин. И тоже, кстати, могу посоветовать, потому что у меня с фикс прайса еще целая бутылка прошлой. Ну, то есть они упаковку просто поменяли. И отлично она работает на пластинах. Ополаскиватель для полости рта я сначала прям радостно подбежала. Я думала, это другая фирма, потому что упаковка похожа. Но Colgate Plug в такой упаковке за 99 рублей это очень выгодная покупка. Если вы брали, он такой же, как в других магазинах или чем-то отличается. И вот этот все-таки ополаскиватель привлек мое внимание. Тем более на нем указано очень много всего нужного. И также я нашла вот такую вот большую упаковку ватных палочек. За 77 рублей 350 штук. Мне кажется, это очень выгодная покупка. И думаю все-таки ее взять. Вот эти полоски, кстати, я вам не буду советовать. Я брала наподобие в Ашане. В зеленой пачке это идет для лица. Но когда их разрываешь, на одной стороне остается воск, на другой нет. Хотя я прогревала все хорошо и в руках держала. Ну, видно было, что прогретый воск разделять было несложно. Но при этом работает он не очень хорошо. И смысл тратить деньги. И брала я именно для чувствительной кожи. Возможно, другие получше. Но я уже сомневаюсь, что стоит их тестировать. Дальше в маленьких баночках появились у нас скраб для тела народной рецепты. И глина для лица, тела и волос. Мне кажется, эти продукты стоят внимания. Тем более, в таких ведрышках вы мне очень сильно их хвалили. Личной гигиены товаров полно. У нас нет вообще пустых полок в магазине. Раньше я ходила в другой магазин. И там всегда очень маленький был выбор товаров. Но вот в этом магазине я уже вам снимаю второй обзор. И он мне очень сильно нравится. И порядок в магазине. И товаров разнообразных множество. Есть из чего выбрать. И есть из чего вам показать. И, кстати, горшки разные. Вообще, вот просто на любой вкус и цвет. И даже размер. Рамки для фотографий я как-то ими не увлекаюсь. Мне хочется взять попробовать. Но я не знаю, для чего она мне нужна. Поэтому как-то вот покупать не знаю. Напишите, стоит ли вот такую вот рамку взять с подсветкой или нет. Или за 199 рублей это дорого. Для такого бестолкового элемента декора. И, кстати, мне интересно вообще. Вы покупаете фоторамки в фикс прайсе? Я вижу, что мало их берут. И они всегда лежат. Мне кажется, мало их вообще кто покупает. Как бы для дома это какая-то бестолковая вещь, которая не очень сильно и нужна. Даже вот просто для декора лучше взять светильник, чем такую рамку. Свечек тоже полно у нас в фикс прайсе. Вот эту птичку я, конечно, не поняла. Свечка это или нет. Но вот эти цветные за 25 рублей, мне кажется, очень дорого. Вообще, свечки обычные стоят примерно 14 рублей. И будьте внимательны. В фикс прайсе реально некоторые товары дороже, чем в других магазинах. Надо обязательно сравнивать цены. И тогда у вас будут очень выгодные покупки. Подсвечник, кстати, стеклянный. Я давным-давно набрала их. Мне они очень сильно нравятся. Я использую их как подставку под ручки. И как горшки для цветков. Да и вообще, да все подряд. И еще за 99 рублей я нашла кактус. Сначала обрадовалась. Думала, это что-нибудь для свечки. Но нет, это декоративная тарелка, которая для украшений. И брать мне ее совершенно не захотелось. Она смотрится как столовая. Ну, все не то. Фигурки также в фикс прайсе у нас есть. Лебеди, кошка, копилка. Ну, для копилки это очень маленькая фигурка. Она у вас быстро забьется. И смысла в нее кидать нет. Присутствуют всякие вазы в продаже. И за 77 рублей я сначала думала, что это стекло. Но нет, все-таки пластик. И пластиковые вазы лучше не брать. Они очень быстро желтеют и выходят из строя. Также интересная подставка под карандаши и под ручки. Как будто бы в воздухе находится. Но на картинке она смотрится интереснее в жизни. Она какая-то несуразная. И тоже вам советовать ее не буду. Наклейка-светильник за 99 рублей. Я сначала подумала тоже взять. Но я не знаю, куда ее приспособить. А точнее приклеить. И еще такая находка в фикс-прайсе. Видимо новинка. Это влажные полотенца. Большие размеры XL. И в упаковке 40 штук. Конечно, интересно, какой у них размер. И не знаю, взять или нет. Опять же, на ваше усмотрение. Химия в фикс-прайсе. Это невероятное соотношение цены и качества. Потому что все товары, те же самые, в том же Ашане, стоят намного дороже. Единственное пропало средство для мытья посуды, синергетик. И также антибактериальное мыло для рук. Я так сожалею. Я на самом деле сегодня шла именно за этими средствами. И мне хотелось, конечно, их приобрести. И придется искать в других магазинах. Бумажные полотенца и салфетки тоже беру в фикс-прайсе. Я не знаю, сколько они стоят вообще в других магазинах. Вот именно их я не сравнивала. Но мне удобно. Я набираю всего много. И параллельно эти же товары. Дальше, смотрите, складной ящик, который у меня был в прошлых обзорах, пропал с продажи. Я так наделал, что я наберу еще пяток. Потому что мне удобно у них хранить не только пластины и всякие прибамбасы для ногтей. Но и расходники. Они очень удобные. Плюс у них клеенчатая была поверхность. И можно было спокойно обрабатывать. Но сейчас в продаже появились какие-то тканевые. Они стоят дешевле по 77 рублей. И брать я их, конечно же, не стала, потому что совершенно не понравились. И вам тоже советовать не буду. Они какие-то рыхлые. Но прям вот качество намного хуже, чем те. Нашла вот такой вот ящик за 99 рублей. Коробка с крышкой. Сначала обрадовалась и хотела взять что-нибудь туда убрать. Думаю, раз нет тех складных ящиков, возьму вот этот. Но проблема, знаете, в чем? Он не закрывается. Я его открыла. Закрыла, нажала. Отберешь за ручку, он опять открывается. Еще раз попробовала закрыть. Опять за ручку. И все равно он открывался. И я не стала смотреть в его сторону. И тем более не хочу, наверное, брать на тестирование. Дальше ящички за 199 рублей. Мне девушки советовали, в личку писали. Но, смотрите, они очень легкие. И за счет этого вот эти сами ячейки очень плохо выдвигаются. Если вам понадобится что-то срочно достать одной рукой, это будет сделать просто невозможно. Все это будет съезжать. Или этот ящик надо приклеивать к столу, что будет совершенно неудобно, потому что он будет занимать место, причем немало места рабочего, что нам всегда нужно. Или просто скользить и мешать вам, и сталкивать со стола все остальное, что у вас стоит. Но за 55 рублей я нашла коробку очень классную. У нее еще ячейка есть, в которой можно тоже что-нибудь убрать. Для блесток, для всяких стирок идеально. Вот ее вам могу посоветовать. Качество мне очень сильно понравилось. И скорее всего пойду в магазин, когда вы мне сделаете заказы, я вот именно ее и возьму. Нашла также шариковый пластилин. Мне интересно стало посмотреть, потому что с Джума у меня приходил. Но он был совершенно другой, хотя назывался точно так же. И стоимость у него 77 рублей. Тесто для лепки есть. И еще появились новые блокноты. Но куда же без этого? Я вам их покажу. Но я честное слово сдержалась, ни одного не купила. И не буду покупать пока что, потому что у меня их уже достаточно. Принты разные, но внутри они в принципе все одинаковые. И рисунок на обложке выбивной. Симпатично смотрится, но не знаю, себе бы я, наверное, такое бы не взяла. И вот цветные страницы меньше всего люблю, потому что когда в них пишешь, потом очень тяжело читать и портится от этого зрение. Если вы хотите так для развлекаловки, такой ежедневник взять, то вполне можно. Если для того, чтобы писать и читать эти записи, то совершенно неудобно. Еще меховушки, такие появились блокноты, тоже интересные, и разные принты. И девочки меня спрашивали, какие блокноты с точками, и появились тоже новые, очень симпатичные и нежные. В канцелярии очень классные в магазине есть также наборы, блокноты с ручкой, есть пенал с карандашами. И я вам скажу, что для детей там вполне можно собрать очень классный подарок. То есть взять фломастеры, которые всегда у них теряются, ломаются карандаши, и качество у них довольно-таки хорошее, потому что многие девочки мне писали об этом в комментариях. Еще я хотела попробовать увлажнитель взять, но решила не брать, а послушать вашего совета. Если кто-то брал, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что девочки в любом случае будут спрашивать, и думаю, прочитают ваш отзыв с удовольствием, потому что выглядит вроде бы неплохо, но брать очень даже не хочется, потому что это 199 рублей, и если будет зря, то просто выкинутые деньги. И также рядом стоит фен для волос за 199 рублей. Ну, я его брать не буду, честное слово, потому что у меня есть нормальный за 1000 рублей сам видео, и он отлично работает, и за 199 я не представляю, как он дует, и скорее всего, только горячим воздухом. Ролик для пяток тоже я вам не советовала, потому что он маломощный, и просто вы выкинете деньги. Очень много заколок, резинки для волос, где маленькие много штучек, я беру для собак. У них, когда отрастает челку, очень классно завязывать, и они одноразовые. Вы хвостиком завязали, а когда надо снять, просто ее разрезаете. И собаки не больные, и такое количество тут, что на год хватит. Можно убрать в один тоник, потом сыворотку, эмульсию, и крем. Очень классный, и под корейскую систему отлично подойдет. И там же есть в комплекте лопаточка и воронка для заливания продукта, если так можно сказать. И резинки, которые вы мне советовали в прошлый раз, разобрали все, я не смогла их купить, поэтому в этот раз, надеюсь, возьму. Лампа, которую вы меня просили, наконец-то она у нас появилась, потому что в прошлый раз ее тоже не было. Вот я вам скажу, что это копия по картинке Sun Mini, по-другому не могу сказать. Обязательно с вами протестирую. И это просто издевательство, потому что появились новые светильники за 199 рублей, да еще и кактус. Я не знаю, куда мне их ставить, но я, наверное, скуплю их все. Если вы захотите, чтобы я его протестировала, с удовольствием прямо его возьму. Если не напишите, брать не буду. По ногтевым товарам, ну, как-то много ничего не прибавило, все по-старенькому весит. Единственное, там, по-моему, втирка какая-то новая и все. Раньше был круг здоровья, если он так называется, и тренажер. Они, по-моему, давно лежат, их никто не берет. По товарам для животных я пробежалась бегло и я вам скажу, что цены как-то не совсем дешевые. Или мне кажется, если вы знаете, что сколько стоит в других магазинах, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит брать фикс прайс товар для животных или нет. По хозяйственной части опять тряпки, мочалки. Это все снова я беру в фикс прайсе и больше нигде, потому что цена очень даже бюджетная и качество тряпок отличное. Для уборки вот идеально подходит. А тем более у нас такой выбор, что спокойно можно найти то, что нужно. Еще салфетки бумажные. Я как-то ездила в другой город, закупалась целых 10 упаковок, потому что они были 100 штук по 47 рублей. И мне казалось, это жутко дешево. Пока я не зашла в фикс прайс и не увидела вот эту тучу салфеток, и теперь, конечно же, беру только этот товар. Еще вы меня спрашивали, какие полотенца я использую на пылесос салфетки. Это именно они продаются в рулоне для хозяйственных нужд, но на 9 ногтей покрытия спокойно хватает снять, на 10 уже приходится убирать ее, потому что она забивается. Но пылесос загрязняется намного меньше. Кстати, девочки писали, что и тягу уменьшают пылесосы, но с этим все нормально, и я разницы не заметила особой. Только тогда, когда эта салфетка забивается. Также пакеты в фикс прайсе есть, но мне кажется, они дороговаты, но опять же, я могу ошибаться, потому что цены в Ашане я не знаю наизусть. Кстати, лампу я взяла открытую, поэтому пойду поменяю, иначе я потом не переживу, если она не рабочая или не хватает для нее провода. Еще мне девушка в личку скидывала сообщение с фотографиями, где вот этот фонарик у нее стоит и замечательно освещает целую комнату. Так что вот этот товар тоже вам могу посоветовать, он реально классно светит. Набор отверток в фикс прайсе я брала давным-давно, и он мне совершенно не понравился, потому что битые очень мягкие, и они молниеносно выходят из строя, поэтому советовать до сих пор их не буду. Но могу ошибаться, качество тоже могло измениться. Очень интересное средство это очиститель монтажной пены. Не знаю для чего он, если кто знает, напишите, но вот пена сама за 199 рублей, это очень бюджетно, потому что в стройматериалах она намного дороже. Также продаются всякие кусачки, наборы отверток, опять же, скотч, ну, полно всего, выбор просто на любой вкус. И могу вам еще знаете, что посоветовать, подкладки на мебель, под мебель, на ящики, но я их использую для коробок, которые у меня металлические, которые могут поцарапать мебель. Я всегда клею вот такие штуки, очень хорошо выручают, и также я заказывала их с джум, но они на пенке, по-моему, были, и отлично работают, до сих пор использую, особенно на подставку для рук, и если ножки у пылесоса вдруг отлетели, тоже можно спокойно заменить. Продукты в фикс-прайсе я постепенно начинаю покупать, и вы знаете, что, я нашла сыр классический за 99 рублей, в пятерке он стоит, по-моему, 130 или 150, так что покупка действительно хорошая, надо брать. И роллтон, про который я вам говорила, стоит всего лишь 16,60, хотя в пятерке намного дороже. Паштет из прошлого обзора 25 рублей, это реально так, и я его весь, кстати, съела, но повторно покупать не буду, потому что в составе чувствуется один крахмал. А вообще, консервов, напитков, соков, воды всякой разной, очень много в фикс-прайсе, и глаза разбегают. На этом все, надеюсь, что вам обзор понравился, обязательно пишите в комментариях, какие товары вы бы хотели, чтобы я протестировала. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо за внимание, желаю вам всего самого, наилучшего. Пока-пока!